Всем привет, вы на канале Насус Исф Америки. My life is my life, только хотел сказать, начинай свое студенческое представление, ты уже прямо впадал. На выходных я подготовилась к нашей третьей работе, и сегодня... Скажи сколько ты готовилась? Очень много. Я подготовилась к ней поезд, с перерывом на еду, на еду детей на свою. И в общем, она мне одну часть просто сказала, она говорит вообще очень все хорошо и показывает, что ты понимаешь материал. Но я бы, говорит, хотела, чтобы ты все-таки использовала тот материал, который я даю вкраси, а не просто то, что ты знаешь на этом. Я подумала, ах ты, прекрасная моя. Ну, говорю, понятно. И, в общем, нужно напрячься и переделать. Ну, это фигня уже. Какое западло сегодня... Сейчас вам западло некрасивое, но по-другому это не пишется. Сделав из рук, так это вообще раздает на угрозные бумажки какие-то, да. Мы все такие задучиваются, смотрим на него. Он говорит, ну сейчас, говорит, я бы хотел, чтобы небольшую работу сделали. Вот тут почитали и вот это написали. Ну, мы-то вообще к какому не привыкли, как бы. Поровин и кротослирует. Просто ушла по-быстрому. У кого-то возникли какие-то дыра. В общем, ну, оно не тяжело. Я вообще не поняла, зачем это нужно было. Там смысл. Мы сегодня об онкологии. Онкологию, ну, изучали, как бы, да. Какие более, скажем, распространенные типы онкологии. Кто более подвержен по возрасту. Ну, вот, грубо говоря, нужно было вот вначале прочитать, ну, там какую-то информацию об этом, да. И потом ответить на пять вопросов. Допустим, какие самые распространенные. Ну, просто для меня это какое-то тупое переписывание туда-сюда. Может, ему надо про бумаги какие-то сдать, чтобы показать, что мы в красе что делаем. Ну, написали. Неожиданно для себя. Вот. Сдало, все хорошо, как бы. Ну, он был доволен. Ну, потому что мы сегодня вообще знали, не надо про заниматься. Так а сколько человек осталось? Ну, нас, наверное, осталось вот тот костяк, который самый первый записался. Семь или восемь человек. А Сахра тоже слилась, потому что ей позвонил муж, что мужу позвонили из школы, что Айзеку стало плохо в школе, и что муж бросил работу, едет за Айзеком, но он не может с ним быть дома, поэтому Сахра бросила учебу, погнали домой, чтобы Айзек с Айзеком быть. Ну, она половину написала, подошла к нему, говорит, у меня есть только половина. Он говорит, ну, половина, это уж хорошо, как бы. Хорошо, да. Ну, я говорю, вот у меня сложилось впечатление, что ему нужно где-то какие-то бумаги, что ли, иметь или что. Ну, или что это сегодня было, я не знаю. Это правильно для получения моего диплома. Но я их считаю более второстепенным. Так как физкультуру в школе или пение. Ну, понимаешь, Серёж, мне кажется, начало мне дают более нужную в моей работе информацию, чем... Ну, вот, ну... Не, ну, это круто, что я сегодня вот узнала, какие самые распространенные виды рака. Но я не думаю, что это прямо... Ну, я не думаю, как бы, что это очень сильно. Недолгое студенческое прессе. Ну, я не думаю... Ты на короткую записку на короткую флочку. Нет, я просто переписка. Я не думаю, что это прямо уже вот, ну, полностью, ну, нужно мне будет на работе. Вот, следующее, то, что я буду осенью брать, вот это оказание первой помощи, понятно, что там вот уже уши надо вот так вот раскрыть, все запоминать, потому что от тебя, возможно, может зависеть жизнь ребенка, который там, не дай бог, что съест там при тебе или там подарится чем-то, ну... Парк или уезжает, или приезжает. Он, наверное, приезжает. Да и уезжает. А мне, в общем, кажется, что приезжает. Ну, а здесь, мне кажется, ну... Ну, вот каким боком мне поможет в работе с детьми, допустим, до 10 лет, какой процент курильщиков умирает от рака Лехи? Ну, как бы я не думаю, что... Ну, естественно, как логарифмическая линейка. Ну, как-то... Ну, оно-то вроде надо, но у меня сутка. Вот, и сегодня мы начали проходить начало The World Land в гендер, как работать с детьми, которые по-разному себя воспринимают, как подготавливать, скажем... Ну, как помогать красу понять, что вот у нас есть ребенок, который, допустим, идентифицирует себя как мальчик, хотя на самом деле он девочка. Или как избежать каких-то вот ситуаций, когда, допустим, мальчик приходит в девять, девчачьим братьям в крас. Ну, как вот это все прорабатывать с детьми до этого, как мы должны об этом разговаривать, чтобы растить здоровое общество, которое потом в будущем будет нормально воспринимать, объяснять, что все мы разные, что мы имеем право по-разному самовыражаться, самореализовываться. Как помогать родителям принять, потому что очень многие родители этого не понимают, начинают ромать детей. Вот, как помочь родителям. О том, что есть курсы, на которые можно отправить родителей, есть курсы, на которые мы, как профессионалы, ну, вот, допустим, как я сейчас пойду в пятницу на конференцию, вот есть что-то подобного про гендерах, обо всем этом, как важно это посещать, чтобы понимать это, как работать с собой. Потому что, допустим, мы смотрели видео, и там молодая учительница говорит, что она пор дня думала, почему она себя чувствовала некомфортно, увидев мальчика в первом классе с ногтями накрашенными красным лаком, и вот как она пыталась разобраться в себе, от чего это вот, ну, как бы все такое. Ну, в общем, интересно. И я уже, мне уже самой это все начинает нравится, мне все это интересно. Вот это хорошо. Ну, а потом у нас было опять, мы работали над нашим групповой проектом. Подожди, как это гендер, этот перетек уже с ломан стадио. Вот этот самый? Да, это будет в школе, ну, в Чарл Деверопмент, да, и мы будем это проходить на нескольких этапах. Вот сейчас я, получается, на низшем уровне Чарл Деверопмента, после которого я получу пермит, что я могу работать в любом учреждении, прескульном, ну... В дошкольном? В дошкольном? Нет, а, ну да, в дошкольном учреждении. Типа в садиках? Да, уже, у меня уже в середине июля будет этот пермит, разрешение. Просто многие спрашивают, вот как ты будешь работать, что, кем, куда, чего? Ну вот, ну я не собираюсь свое образование останавливать только на этом пермите. Хотя у нас есть те, кто просто получат вот сейчас пермит и уйдут после... То есть, вот я скачу в сравнении с белорусской школой, что сказать, что, вернее, с техникумом, что там ты пошел учиться, если ты не доучился, то ты не доучился. Нет, нет, здесь образование с шагами. Когда я осенью закончу курс Чарл Деверопмент, они все называются Чарл Деверопмент, только, допустим, 103, 104, 112, 108. Ну, типа, по возрастающей ступени. Когда я возьму 108 и 112, у меня уже будет другой, у меня уже будет сертификат, что я могу работать, как вот нашего этого мальчика мама знакомая, работает с ребенком со спешивниц, допустим, целый день находиться в классе и помогать им. Специальными потребностями. Да, потом следующее несколько классов я беру, это уже другой сертификат, потом это диплом, ну, и по возрастающей можно... В общем, пока студент доходит до диплома, он собирает кучу сертификатов, с которыми уже либо может идти работать в процессе обучения, либо, если он не хочет учиться, он может просто, ну, как бы на какой-то нижней позиции начать работать. Сереж, ну, фактически уже получается, я летом могу начинать искать работу и работать, и параллельно ходить вечером, допустим, потому что классы, они есть и утром, и вечером, и очень рано утром, и очень поздно вечером, можно день, допустим, отработать в прескуле и к часам семи подтягиваться на занятия. Ну, это большая нагрузка чеснока. Нет, ну, кому надо, то надо. Ну, кому надо, то надо. Ну, если так делать домашку, то, конечно, это... Вот. Просто я говорю, не забавно. Ну, что ты получаешь? Пермиты. Да, да. И так можно вот этими шагами, шагами, шагами набрать вот эти вот всякие пермиты, сертификаты вплоть до того, что быть принципом директором школы. Подожди, ну, директором, наверное, с колледжа не выйдешь. Зай, ну, по-моему, у меня есть бумага, но я должна переуточнить, не буду вводить в заблуждение. Просто я пока для себя осмотрела ближайшие четыре шага, ну, шага, которые мне нужно пройти, чтобы какие-то получить. Вот. У меня распланировано, какие сертификаты, какие, что я получу в ближайшие, скажем, полтора года. Вот. Ну, и после того, как мы закончили со всем этим, мы разговаривали о стереотипах, о том, как учителя они должны быть подвержены стереотипам, как мы должны, ну, в себе это все перестраивать. Допустим, если родители не посещают школьные мероприятия, не могут участвовать в волонтерстве в классе, у нас не должно складываться, что этот родитель не заинтересован в обучении. Потому что, вот как наша учительница приводит пример. Большинство вновь прибивших эмигрантов в Америку, они вынуждены работать на двух, на трех работах для того, чтобы, ну, просто, скажем, прокормить своих родителей или одинокая мама. Но это не значит, что они не заинтересованы в обучении своего ребенка. Как вот, ну, обычно пишут, что, типа, по тому, как вы волонтерите, можно понять, что вы заинтересованы. Нет, это неправда. Просто... Не у всех есть возможность. Не у всех есть возможность и время. И поэтому мы, как учителя, они должны, типа, эти родители, там, как-то, ну, тем, что они уже переехали в Америку, они уже показывают то, как они заинтересованы в будущем своих детей, сказала наша учительница. Вот так. Ну, и много таких вот. Она очень интересна. Она очень много своего опыта рассказывает, преподавательского. Вот. Потом что? А потом она оснащилась работа над нашим групповым проектом, над нашей девочкой беременной. В общем, чтобы избежать себе лишнего головника, мы посвящались и решили, что все-таки медицинская страховка у нее есть. Потому что искать ей еще и медицинскую страховку. Учительница сказала, что мы... Это наш, как бы, базовый стандрии, но мы можем его, ну, адаптировать, как бы. И мы все-таки посчитали, что у нее есть страховка. Вот. Ну, и к следующему понедельнику, это наша следующая встреча, когда мы будем работать над нашим групповым проектом. Нужно принести уже практически все сделанным, потому что наш лидер хочет видеть, как мы... Лидер нашей группы хочет видеть, как мы работаем. Вот. Вот. Одна из четырех вас. Ну, у нас вот есть. А она что там? Наработала уже? Она еще не сходила в свое. Еще не сходила в свое. Она еще и не очень, честно говоря, выбрала, но она хочет видеть, как мы работаем. Вообще гистина. Да. Я вот, кстати, я думала, что лидер у нас не очень такие имеет лидерские качества. Казалось, что она умеет покомандовать общество. Да, у нас опять сдается. Слушай, что у нас люди не призвать? У нас два бедра сдается, быстрее приезжайте. Что у нас люди не призвать? Ну, я надеюсь, это наши соседи сваливают, если честно. Давай так и делать пачки. Ааа. А если приедут другие? И еще пачки хлещейте. Ну, блин, ну, блин, ну, блин, ну, они вчера ночью задолбали просто с музыкой. У них вчера музыка про. Видимо, папа и мама были на работе, и наши, блин, подростки, да, опять там гуляли. В общем, хотела встать и настучать ему в дверь. Но мы не стали этого делать. Так, так что я опять сажусь. В общем, на всю неделю. Увидимся через неделю. Сереж, ты, я не им говорю о тебе. Не вам, ребята. Потому что, блин, я... Пока я не знаю. У меня такое ощущение, что 5 июня выйдет такая, скажи, кто из нас выжил, тот молодец. Потому что... Подожди, уже мало осталось. Месяц? Мало осталось, работ осталось очень много, понимаешь? Которые очень большие, очень объемные. Плюс во время всех этих каких-то работ и проектов еще будет 3 экзамена. Все, всем пожаловалось. Спокойно. Поехали домой. Время не тучится. Ну что, все тогда, да? Ну да, сегодня, кстати, опять мальчик пытался мячик, сучить ногу и не говорю. Задимайтесь своими делами. Ну, на тебя очень. Ну, опять... Надо было взять смайлик. Путик от этих смайликов, блин. У меня голова чуть не упрыгалось. Когда... Или еще что-то есть еще? С этим самым... В пятницу у нас опять Джейсон был в гостях. И когда детей становится на одного больше, мальчика на одного больше, их вштыривает. У нас было очень громко, у нас было очень весело. А у меня была большая работа. И в какой-то момент я уже так повернулась и сказала, дети... Помолчите, пожалуйста. Нет, ну, на самом деле, я просто их попросила, типа, замолчать. И говорю, как бы мы ж не влюбились. Закрывайте пасти! Зай, ну я так никогда с детьми не разговариваю. Неправда. Вот. Они такие, да, 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 да. И хватило минут на семь, потом вштырила опять по новой. Я подумала, ну ладно, блин, пускай их штырит. Главное... Они были такие довольно счастливые, что мне как-то было... Ну... Я не могла их... Ну, как-то вот останавливать их. Они потом уже вообще разошлись, они там носились, прыгали на этот... Как он называется? Я забыла, опять как он называется? Биг-бинг. Вот на это они и прыгали, но я уже думаю, ладно, блин, прыгайте, веселитесь. Ну, папа Джейсона был очень вежлив, даже у меня рукой прыгал. Я себя чувствую просто супер свиста, блин. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ой, все. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Напишите в комментариях о случаях вот в белорусских или других школах, когда кто-то мальчик или девочка начинают там типа говорить, что они наоборот девочка или мальчик. Сидеша, я думаю, мне кажется, почему-то это пресекается очень. Просто вот, ну, на моей памяти у нас такого в Беларуси не было. Ну, у нас тоже такое не было. Ну, время меняется, мы там не живем петлями. Пишите, будет интересно узнать ваши комментарии и что изменилось за это время. Очень интересный момент был в фильме, который мы смотрели о том, как проводили эксперименты в киндергадене на тему гендера в первом классе, в втором, в третьем, в четвертом. Как одна маленькая девочка рассказала о своей сестре, которая ходит в майке с короткой стрижкой там туда-сюда, да. А девочки, они же маленькие в киндергаде, они такие, как Нарсашуля, да. Они, говорит, стали типа над ее сестричкой, кто-то там стал смеяться, и она говорит, и я к ним пошла, как я поняла, это в парке было, и сказала, вы не имеете права судить мою сестру. Она такая маленькая, но она говорила это с таким вызовом, я думаю, уже после того, как у них в школе начали разговаривать про гендер, она уже разбиралась, кому что ответить. И, кстати, дети в Тике, это еще меньше, чем киндергаден, это дети от 4 до 5 лет, ну 5-5,5 лет, они абсолютно не делятся, типа, что вот розовое это для девочек. Вот эти какие-то стереотипы в делении цветов, да, и в делении игрушек у детей, я так для себя отметила, что получаются уже ближе ко второму красу. Потому что, когда учительница детям дала много-много фромастеров, много-много фромастеров дала, и сказала, поделить на девчачьи цвета и мальчиковые, и в середине стояло ведро, которое, типа, для всех можно, да. Короче, все практически дети положили фромастеры в среднее ведро. Ну, там пару, короче, было там розовых фромастеров для девочек, и почему-то для мальчиков выбирали зеленый цвет, не сильно. А давай про родственника не будем рассказывать, который до определенного времени не покупал одежду не того цвета. Ой, котик, давай не будем. Ну ладно, потом, может, расскажем. Ну все, на этой веселой ноте будем заканчивать наш коллажский влог. Вы были на канале Наша Жизнь в Америке. New Life is My Life. Рассказывайте про свою учебу, про своих детей. Заходите к нам на канал, у нас много интересного. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, и до встречи. Bye-bye, пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok